Здравствуйте, здравствуйте! Всем рад всех видеть! Иван Сергеевич Бионович, главный кредит в ДНР, пожалуйста, Ваш комментарий? Комментарий Шахтерского с победой и с чемпионством, в общем-то, скажем так, не концовка, еще турнир продолжается, но все равно чемпионство, это чемпионство. А по Гомелю, ну, скажу, хорошая игра, вопрос того, что они реализовали тот потенциал, который был и в первом тайме, и, в общем-то, во втором. Немножко остановились и довольствовались хорошей игрой и забитым голом, одним забитым голом. Не приумножали, не привлечили преимущества. Так, если кратко. Пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. Иван Сергеевич, первый вопрос. Ну, я знаю, что вообще не любит вопросы с лагательным наклонением, но, тем не менее. Как вы считаете, насколько была бы зрелищная игра, если бы Гомель не забил сразу первый гол? То есть, не сели бы команды в обороны в принципе изначально, и, ну, то есть, обменивались бы просто контратаками. Ну, вот конкретно, играл бы ли Гомель осторожнее, не забив бы, залавили. Осторожнее? Да. А Гомель играл осторожно? Нет. И не играл бы осторожно. Мы не планировали играть осторожно. И вопрос того, что, да, первый гол случился, но мы предполагали, мы выходим для того, чтобы побеждать, забивать и забили. Но это была часть, не скажу, что плана, это сложно-то спланировать. Говорят, там, мы планировали, там, забить гол с двадцатой по сороковой. Но я этого не понимаю, как ты можешь это планировать, забьешь, не забьешь. Но мы планировали атаковать, мы планировали перстинговать, мы планировали выдвигаться. Другое дело, что, да, где-то получалось больше, где-то получалось меньше. Но и вопрос тех ошибок, которые были, соперник тоже допускал. Но реализовывать, реализовывать его эффективно, трансформировать это в опасный момент. А, к сожалению, тот же Васильев получил желтую карточку пистолка, но писем 0, отобрали мяч и потеряли его тут же. И потом получили все контратаку, к сожалению. Ну, что есть, то есть. Но, в целом, если говорить, то, конечно, тут не надо отрицать того, что, да, нам не хватило лавки, нам не хватило лавки, нам не хватило даже замен. Тот же Васьков после болезни, Заяц после болезни. И это повлияло, повлияло очень серьезно, повлияло очень сильно. Нам не хватило банальных людей, чтобы освежить и опорную зону, и группа атаки, и фланги, и так далее, и так далее. Мишенко не был стартовым составом? По причине болезни. Понял. Следующий вопрос. Ну, в принципе, в погонку даже сказано. Как считаете, в сегодняшнем матче вообще победил бюджет или характер красивый футбол? Провокации какие-то. Дима, ты сидишь за этим или нет? Предлагаю человека депортировать. Я не знаю, мне сложно ответить, понимаете, вопрос такой, который, понимаете, красивый футбол, но в тот же самый момент соперник продавил нас три гола, когда нас продавили, и вопрос то, что нам не хватило на стандартах быть настойчивыми, быть нахрапистыми, быть самоуверенными, влетать и продавливать. По факту соперник имел два штрафных в центре поля, которые привели к голу. Понимаете, ну, это есть, это есть. Отрицать это стоит, не стоит. Вопрос бюджета. Бюджет – это какой-то уровень, уровень тот, который дает возможность, скажем так, вырывать, как раз таки выгрызать вот эти матчи, которые, может быть, неудачно складываются, но ты его в конечном итоге приведешь к победе. Ну, как следствие, вот, и победы Шахтера, и в конечном итоге они оформили чемпионство. Конечно, не хотелось бы, чтобы это произошло на центральном, но что произошло, то произошло. И заключительный вопрос. Можно односложно ответить. Есть ли у вас вопросы к работе в судейской игре? Вопросы к судейской? Нету. У нас не принято комментировать. Не хватило замен, понимаете ли. У нас игра была три дня назад, да, и говорил о том, что этого хватает для того, чтобы восстановиться. Но восстановились люди физически, но для того, чтобы… В тот же самый момент не надо забывать о том, что физически мы окей, мы восстановились. Но вопрос психологического равновесия – психологически восстановиться. А как раз таки стандарт – это и есть концентрация. Нам не хватило просто внимания и не хватило вот эти вот полумячи подбирать. Там отскок – филипенко, отскок – удар. Тут отскок, также филипенко – второй удар. Это вопрос концентрации. Нам не хватило банальной замены. Люди тянули, но когда один выпадает, его не поменяешь, второй выпадает. И вот он чуть сдерживаешь, потому что надо рационально распределить замены. И как следствие то, что где-то рушится цепочка, рушится определенный баланс. И как следствие, ну, это привело к тому, что соперник отоверялся. Ну, вопрос, стоит ли говорить о том, что это была основной ситуация. Наверное, нет. Это вопрос, опять же, концентрации, вопрос внимания, вопрос своей точностью. Иван Сергеевич, Алексей Анатольевич Байверов перед вами сказал про момент в конце первого тайна, про потасовку. То, что это Шахтеров какой-то себя помогло завестись, это завело эмоционально. Как этот эпизод повлиял на вашу команду? Ну, в том-то и дело, что, наверное, да, это повлияло на Шахтер. И скажу так, я, честно говоря, не понимаю. Гутер спровоцировал эпизод, и команды получили в ровной степени одинаковое количество карточек. Эпизод рабочий, эпизод игровой, не понимая, как следствие, что там должно было произойти, чтобы человек затеял потасовку. Может быть, это было спровоцировано, спровоцировано умышленно. Может быть. Но нам, конечно, в некоторой степени хотел бы сказать, что да. Нам также надо было встрепенуться, потому что мы подстроились под монотонную игру с Шахтером. Мы начали также монотонно двигать мяч, мы начали монотонно выдвигаться, монотонно начали атаковать. У нас не было того темпа, который было первые 20 минут. Может быть, я в каком-то временном отрезке недостаточно корректен, но все равно не хватило как раз кимпульса. Я предполагал, что та же потасовка на нас заведет. И в некоторой степени, как мне кажется, первые 10 минут они были достаточно хорошие. Вопрос в том, что да, настал момент замены, нам надо было освежаться, нам надо было изменяться. И это вызывало проблему. Но я все равно считаю, что мы освежились хорошо. Ребята вышли, хорошо себя проявили, но не получилось. Где-то получилось, что соперник забил. Ну, опять же, я думаю, что интересный матч по той причине, что мы забили, Шахтер отыгрывался. Шахтер забил, мы отыгрывались. Но я думаю, что сюжет очень интересный, скажем так, чемпионский. Еще вопрос, пожалуйста. А последний вопрос уже. Сколько сегодня поддержка была хорошая от странного мяча? Замечательная поддержка. Каждый матч замечательный, превосходный. Это классная атмосфера, которой хочется присутствовать и быть. Это не та атмосфера, которая была на игре с Ленинском, когда такое ощущение, что мы, я не знаю, товарищеский матч проводили. И, конечно, это импульс, хороший импульс для игры. И я благодарен, что люди пришли, поддержали в такое, скажем так, сложное время. Это матч должен состояться еще летом. Состоялся сегодня. Как вы считаете, это сыграло плюс либо вам, либо соперникам? И вообще ваши отношения к таким переносам? Знаете, сложно сказать. Когда состоялся, тогда состоялось. Как бы говорить, что было бы если, как бы тут, я считаю, уже некорректно. Вопрос в том, что были мы в хорошем тонусе летом. Да, были в хорошем тонусе. Вопрос в Еврокубке. Команда участвовала в Еврокубках. Соответственно, наверное, стоило его перенести эту Евру. Но как произошло, так произошло. Я не думаю, что на этом сейчас даже стоит внимание акцентировать. Я знаю, что мы были тогда в хорошем тонусе. Мы сейчас в хорошем тонусе. Но ситуация в том, что у нас просто не сбалансирована сейчас. Не сбалансированный состав. Почему? Потому что просто в причине, что кто-то либо болеет, либо кто-то вышел только с болезнью. И, скажем так, лимит нас ограниченный. И людей грани хватает. Но это опять же часть работы. И я считаю, что в рамках той ситуации, которая есть, мы достаточно хорошо себя проявили. И вопрос опять же. Не хватило, может быть, где-то и опыта. Именно командно не хватило опыта. И индивидуально для того, чтобы довести Евру до победы. И реализовать все то, что было на площадке. Потенциально было бы на площадке. Ну и еще небольшой вопрос по поводу потасовки. Что закончилось еще и в том числе предупреждением ваш адрес? По какой причине? Наверное, симпатии арбитра ко мне. Вот тогда уже вот и карточки. Я тоже это не понимаю. Но вопрос дал. Значит, были основания какие-то. Ваня Сергеевич, как раздевалка? Ребята расстроены вообще? Конечно. Все понимают, что игра была хорошая. Игра давалась. Но не дожали. Не то, что не дожали. Но мы могли больше иметь с этой игры, чем мы в конечном итоге имеем. Тогда еще вопрос. У вас еще одна игра шахтером. Последняя уже заключительная. Я так понимаю. Как они будут настраиваться? Как вы, в принципе, будете настраиваться на них? Как на любую другую игру. Пытаться победить. Пытаться преуспеть, забить. Надежно сыграть в обороне. И так и будем пытаться. Вообще-то принципиально будешь, да? Принципиально? Да. Ну, может быть, знаете, я понимаю, что было бы слаще и было бы вкуснее, если бы какой-то сейчас принцип был. Если вы хотите его создать, давайте создать им. Я предлагаю создать им. Все-таки, что это действующий чемпион. Ну, я их поздравляю с этим. Что они действующие чемпионы. Какие у них было, которые сейчас достигли? Еще вопросы будут есть? Нет. Все, спасибо вам.